День Учителя Сегодня в выпуске смотрите Я учу детей маленьких, мне очень нравится Детки маленькие, такие интересные, искренние Педагоги Десногорска отмечают профессиональный праздник В городе прошел танцевальный флешмоб, сохраняя прошлое, созидая будущее За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 670 сообщений Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отчиталось о происшествиях за неделю Всегда душой молода Алла Мосягина отметила свой юбилей А теперь об этих и других новостях подробнее РЖД планирует заменить полки в плацкарте на капсулы Новые комфортные типы пассажирских вагонов появятся в ближайшие два года В них также будут розетки и Wi-Fi Повлияет ли это на стоимость билетов, пока неизвестно В преддверии празднования Дня Учителя Руководители Десногорска поздравили педагогов с профессиональным праздником Торжественное мероприятие прошло в третьей школе, где и побывала наша съемочная группа На праздник учителей были приглашены особые гости Ветеран педагогического труда Нина Попова, директор Якимовической школы-интерната Владимир Андреев Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и глава города Андрей Шубин Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства своих учеников А значит, в будущее нашего города, в будущее нашей страны Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед Благополучия вам и вашей семье Глава города поблагодарил педагогов за верное служение раз и навсегда выбранному делу Он наградил учителей грамотами от Департамента Смоленской области по образованию и науке Благодарственными письмами от администрации Десногорска Педагог 4-й школы Надежда Сметанина была удостоена грамоты от Министерства образования и науки России Анна Гребенщикова и Цыганкова Раиса получили благодарственные письма от губернатора Алексея Островского Награды получили не только учителя школ, но и воспитатели, педагоги дополнительного образования Уже много лет наш город на передовых позициях по качеству образования Школьники показывают высокие результаты на Олимпиадах Выпускники легко становятся студентами престижных вузов Ученики третьей школы порадовали собравшихся творческими номерами Учитель начальных классов Надежда Викторовна Сметанина работает в школе 36 лет Она очень рада заслуженной награде Я ни разу не пожалела, что стала учителем Я учу детей маленьких, мне очень нравится Детки маленькие, такие интересные, искренние, добрые, замечательные Поэтому с ними мы молодеем Мы самые первые берем деток и от нас зависит, как он будет идти дальше Естественно, и знание, и воспитание, и весь путь в жизни Всего в Десногорских школах трудится 213 педагогов Более ста учителей имеют различные награды Из них восемь человек – отличники народного просвещения А три педагога являются почетными работниками общего образования Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ На Крымском мосту произошло происшествие Часть железнодорожного пролета слетела в воду В результате падения никто не пострадал Опоры моста повреждены не были Причиной назвали неисправность домкратной системы В 2018 году госкорпорация «Росатом» объявила о старте третьего всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» В нем принимали участие ученики 6-11 классов 3 октября возле администрации города прошло финальное мероприятие Посвященное муниципальному этапу Подробности далее На мероприятии собрались участники конкурса видеороликов Ученики детского дома творчества и первостроители города Дети подготовили вокальные и танцевальные номера Это была инициатива дома детского творчества Ребята вместе с педагогами придумали провести вот такой флешмоб И в танце выложить фигурку, которая сверху будет читаться Именно логотип конкурса «Российского творческого конкурса «Слава Созидателям» На протяжении всего года участники конкурса снимали видеоролики о том, как строился Десногорск, записывали видеоинтервью с представителями старшего поколения Некоторые даже снимали ролики о своих родственниках Я представлять буду своего дедушку, подкопава Сергея Юрьевича Он работал в АСП, он тоже строил город наш Из 10 работ, отправленных в прошлом году на федеральный этап, 3 работы заняли призовые места Мы надеемся, что и в этом году их ролики будут также высоко оценены жюри Всероссийского творческого конкурса В середине октября мы вышли в Москву 5 видеороликов новых, снятых нашими ребятами о наших ветеранах Всем участникам 3-го всероссийского конкурса «Слава Созидателям» мы желаем удачи Элина Нурматова, Юлия Соболева, Виталия Степанова, Александр Ерофеев, Деснатова Слава Созидателям! В администрации состоялось заседание призывной комиссии, где был представлен отчет о выполненной весенней призывной кампании С 1 апреля по 15 июля был проведен призыв граждан 35 человек отправились служить вооруженной силой России Также на комиссии обсуждалась реализация поставленных перед военным комиссариатом задач на осень С 1 октября начинается осенняя призывная кампания На заседание будут приглашены 89 юношей Задание на призыв отправит служить 10 ребят По сообщению военного комиссара Сергея Сибелева, оно будет выполнено в полном объеме Так как желающих отправиться на военную службу ребят очень много О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования Спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ По вскрытию дверей два раза Помощь скорой четыре раза Оказание помощи при происшествии на воде один раз С 1 по 3 октября муниципальное образование принимает участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне Участники тренировки показывают необходимый уровень знаний Слаженность при отработке мероприятий по гражданской обороне За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 670 сообщений Из них 260 ложных Поступило 9 просьб от населения Из них отработано 8 и приадресована одна Наши коллеги из ГТРК Смоленск отмечают день рождения 26 лет назад Канал впервые вышел в прямой эфир На данный момент ГТРК Смоленск единственная в регионе телекомпания, которая вошла в зону цифрового вещания 3 октября творческие коллективы города и коллеги Аллы Мосягиной собрались, чтобы поздравить ее с юбилеем Алла Ивановна – человек, которого многие знают в городе Ведь живет она в Десногорске очень давно и работала с большим количеством людей Подробности того, как прошло мероприятие, смотрите далее Заслуги Аллы Ивановны можно перечислять долго Она – методист с большим стажем работы в области образования и социальной сферы Методист детского сада Аленка Мишутка Методист Горанокомитета по образованию по дошкольному воспитанию Заместитель директора – директор Методист – педагог-психолог Центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» Педагог-методист дополнительного образования Дома детского творчества Программу вечера держали от Аллы Ивановны втайне Поэтому, что именно ее ждет, она не знала Между тем, читальный зал был полон гостей Городская библиотека – как дом родной Не только для меня, а и для всех жителей моего возраста Сегодня в ее стенах проходит очередной вечер В Десногорке молодой душой Несмотря на то, сколько бы нам не было лет Книги – наши помощники Библиотекари – проводники культуры А мы вместе с ними – созидатели Литература была близка Алле Ивановне на протяжении всей ее жизни Поэтому неудивительно, что свою любовь к Десногорску Алла Мосягина выражает в стихах Также в ее сборнике есть продительное стихотворение, посвященное матери Пять лет уж я живу без мамы Но по ночам общаемся мы с ней Ее мне очень, очень не хватает Ее помнить буду до конца своих лет Поздравлением присоединились ребята из музыкальной школы Они играли на необычных древнерусских инструментах Такие как свирель, коса, рожок и гудок Сюрприз Али Ивановне подготовили и коллеги из центра «Солнышко» Высказать свои пожелания пришли директор Дома творчества Елена Юрьевна Долженко И клуб бардовской песни «Окно» Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется жизнь На протяжении своего существования библиотека старается знакомить горожан с интересными людьми Десногорска В этот раз мы поближе узнали Аллу Ивановну Мосягину А впереди будет еще больше встреч Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Российская армия начнет избавляться от шерстяных ушанок и пилоток Правительство распорядилось приостановить их выдачу с 1 июня 2022 года Военным будут выдавать обычные шапки Полковники и генералы будут получать меховые 29 сентября в Смоленске прошло научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» Мероприятие, приуроченное к 1150-летию города-героя Было организовано информационным центром по атомной энергии С целью рассказать местным жителям о работе Смоленской АЭС На площади перед кинотеатром «Современника» были установлены научные качели В этот день для местных жителей и гостей города Организаторы провели творческие, интеллектуальные и спортивные игры А теперь коротко о погоде 5 октября в Десногорске будет переменная облачность Небольшой дождь, днем плюс 9, ночью плюс 2 На сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте desnadefiz.ru С вами была Ирина Нурматова, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова